Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». С вами Вера Макарова. 1 ноября отмечается День судебного пристава в России. И в связи с этим мы сегодня пригласили в студию главного пристава Республики Саха-Якутия Алексея Артамоновича Никифорова. Алексей Артамонович, здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Алексей Артамонович Никифоров. Родился в 1977 году в городе Якутске. В 1999 году окончил отделение юриспруденции историко-юридического факультета Государственного университета. Окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности Государственное и муниципальное управление. В 2014 году был приглашен на работу в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха-Якутия, где с 1 декабря вступила в должность руководителя управления. Имеет классный чин в Государственном совете в университете 2-го класса. Вы недавно подводили итоги работы за 9 месяцев и каковы результаты? Последние годы главная тенденция нашей работы в том, что увеличивается количество поступающих исполнительных документов. За 9 месяцев этого года на исполнении было порядка 480 тысяч производств, из которых 230 мы окончили, 140 тысяч фактическим исполнением. Нами реально взыскано более 4 миллиардов рублей, из них 1,3 миллиона в доход бюджетов всех уровней. Ежедневно 1 пристав возбуждает 8 производств, оканчивает 7 производств, из них фактическим исполнением порядка 5 производств. А если говорить о социально значимых категориях исполнительных производств? Эти категории у нас находятся на постоянном контроле, это в первую очередь алименты, взыскание заработной платы. Что касается зарплаты, мы окончили около 80% производства фактическим исполнением, то есть реальным взысканием заработной платы. Порядка 100 миллионов было взыскано в пользу работников. Как ведется работа по взысканию долгов? Насколько эффективны проводимые совместные рейды с ГИБДД? Если говорить про рейды, то мы работаем со всеми практически взыскателями, это и организация ЖКХ, это и налоговые органы, это и ГИБДД. Работает дорожный пристав в теплое время года, только за это лето в городе Якутске, нами было на дороге города остановлено порядка 2000 автомобилей, произведено порядка 50 арестов автотранспортных средств, про мелкие аресты я сейчас не говорю, только машин было арестовано порядка 50. Это эффективная мера, и взыскатели могут убедиться лично, какое имущественное положение должника, увидеть должника, и насколько эффективно работают судебные приставы. А вот эти рейды проводятся по всей республике или только в городе Якутске? Если речь идет о дорожном приставе, то пока только в городе Якутске, но в ближайшее время мы приобретем дополнительные комплексы и расширим географию охвата рейдов дорожных приставов. То есть выявляемость высокая? Да, это эффективная мера, которая, конечно, приносит результат. А вот какие меры принимаются в отношении должников? Комплекс мер самый большой. Во-первых, это непосредственно арест имущества. В этом году произведено порядка 2,5 тысяч арестов имущества должников. Это ограничение права выезда должника за пределы России. Вынесено порядка 18 тысяч постановлений в этом году. Это ограничение специальных прав должников, имеется в виду водительские права. В этом году вынесено более тысячи таких постановлений. Это аресты счетов должников в банках. Только за 9 месяцев мы вынесли порядка 350 тысяч таких постановлений. Все эти меры в совокупности, конечно, должны привести к тому, что должник исполнит свое обязательство и производство будет окончено. А есть такие факты, когда человек уже в аэропорту стоит, вылетает, и его задерживают из-за того, что у него там долги? Бывали такие факты за 9 месяцев? Конечно, такие факты есть, когда должники снимаются с рейсов непосредственно. Что я здесь могу посоветовать жителям республики? Перед планируемым выездом за рубеж необходимо проверить себя в нашем открытом ресурсе банк данных исполнительных производств на сайте управления. И принять меры по погашению задолженности. А если человек только за день, скажем так, оплатил все это, и все равно он не может платить? В последнее время службы проведена огромная работа для того, чтобы было возможно снимать это ограничение в течение суток. Практически сейчас мы пришли к возможности снять ограничение в течение трех суток. Но в ближайшее время будет, наверное, в течение 24 часов сниматься. Но все равно нужно иметь в виду, что в аэропорту снять не получится. В течение двух часов это нереально. Нереально. А вот на сегодняшний день сколько исполнительных производств по взысканию алиментов? И сколько из них удовлетворены? Это, по-моему, самый больной вопрос, да? В этом году этой категории производств возбуждается больше. На исполнение было порядка 10 тысяч производств. Из них мы окончили порядка 5 тысяч. И на сегодня остаток чуть более 5 тысяч производств. Это такой исторический минимум. Хорошее количество. Если сравнивать с другими субъектами федерации, то мы вполне в положительном свете выглядим. Но сумма задолженности средняя довольно большая. Порядка, наверное, сейчас 180 тысяч на одно производство. Это много, конечно. Но эта категория для нас является одной из наиболее значимых. Принимается целый комплекс мер. Те меры, о которых я говорил. Допустим, ограничение выезда. Практически каждый должник по алиментам ограничен в праве выезда. За пределы республики тоже? Нет, за пределы Российской Федерации. Те должники, которые имеют водительские права, порядка 90% ограничены в праве пользования своими специальными правами. То есть эффективность мер здесь довольно высокая. Но, к сожалению, количество алименщиков все равно. 5 тысяч – это довольно много. Учитывая то, что мы применяем меры и административные, и уголовные. Составили порядка 800 административных протоколов в этом году в отношении алименщиков. Из них после составления протокола 211 человек приступили к оплате алиментов. Было возбуждено 208 уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса. Про это чуть-чуть поподробнее. Уголовная мера к какому алименщику применяется? Если должник в течение двух месяцев не исполняет свою обязанность, пристав в праве привлечь его к административной ответственности. Если он и после этого уклоняется от исполнения своих обязательств, то дознаватели службы в праве возбудить уголовное дело. И как их выявляете? Объявления подаете в СМИ или как? В плане розыска? Да, в плане розыска. Ну, скрываются не все, конечно. Есть злостные должники, которых нужно искать. У нас есть инструмент исполнительный розыск. Здесь возможны любые способы и формы работы, в том числе, как вы говорите, ориентировки в СМИ, на экранах, на телевизионных экранах, в аэропортах, автовокзалах и прочих местах массового скопления граждан. А это не нарушает их персональные данные? Закон о бесплатном производстве прямо это допускает. Допускает. Это возможно. Все понятно. И как происходит реализация арестованного имущества? Арестованное имущество пристав передает сначала на оценку в независимую организацию оценочную. После этого имущество передается на реализацию в Росимущество и продается через специализированные организации, имеющие соглашение с Росимуществом. Но здесь нужно сказать, что если институт самостоятельной реализации, не так давно введен в законодательство, если стоимость имущества менее 30 тысяч, должны их в праве ходатайствовать перед приставом о самостоятельной реализации, что он сам продаст. Это довольно эффективный инструмент. И большее имущество реализуется именно через самостоятельную реализацию. Понятно, что дорогое. Недвижимость, транспорт. А граждане сами реализуют, да? Да, да. Они заинтересованы. Здесь эффективность больше. Понятно, что дорогое имущество, транспорт или недвижимость, только с торгов через РУС имущество. А вот на реализации сколько срок нужен? Срок реализации? Да, имущество. Если взять с оценкой, то занимает порядка двух месяцев. Но, к сожалению, эффективность не очень высокая. Продается не все имущество. Мы арестовали имущество в этом году на миллиард примерно рублей. Было реализовано, в том числе, когда взыскатели добровольно забрали имущество, где-то порядка всего лишь на 200 миллионов, может быть. То есть далеко не все продается. И вот такой вопрос тоже от граждан. Куда обращаться, если судебный пристав бездействует или не принимает меры по взысканию долгов? Бывают такие жалобы? Конечно же, жалоб и обращений много. Необходимо обращаться, в первую очередь, к начальнику отдела, старшему судебному приставу города или района. Прием ведется два раза в неделю по вторникам до обеда и по четвергам после обеда. Далее можно обратиться на прием либо ко мне, либо к моим заместителям по графику. Илья Алексеевна Иванович, напоследок, какие обязанности у судебных приставов в здании судов? И в связи с этим, что должны знать граждане, посещающие суды? Основная обязанность приставов, которые несут службу в судах, это обеспечение безопасности участников судебного процесса и судей. Гражданин, когда прибывает в суд, во-первых, он должен иметь документ, подтверждающий личность, поскольку проводится досмотр гражданина на первом посту в каждом из судов Республики Саха-Якутия. Ну и желательно с собой не брать разнообразное оружие, бытовые, колющие предметы. Только в этом году приставим по ОПДС, на постах было изъято около трех тысяч таких предметов. Они, конечно, все были легальные, но с такими предметами в здание судов входить запрещено. Алексей Артамов, спасибо за интервью и за то, что приняло наше приглашение. Это была передача «Акцент». До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!